Иркутская область В Байкале более 3000 видов организмов Есть организмы, которые отличаются в зависимости от каждого залива То есть в каждом заливе свои группы живут Все еще не исследовано, я думаю, даже треть всех видов, обитающих в Байкале Они не открыты для науки И, конечно, нужны экспедиции, нужны исследования Которые позволят нам просто найти новый вид И эти люди – ученые Для них Байкал – это огромная естественная лаборатория И одновременно идеальный полигон Биологи, геологи, химики и даже солнечные физики Для каждого из них Байкал хранит свой клад И поиски не останавливаются Даже в середине февраля 30-ти градусный мороз А ребята сейчас полезут в воду То, что сегодня найдут на Байкале Уже завтра может изменить наш мир И ближе всех к разгадке тайн этого озера Ученые из Иркутска Ученые из Иркутска Этот город раскинулся на берегу Ангары И географически он самый близкий к Байкалу Не случайно академик Лаврентьев В первую очередь рассматривал именно Иркутск Как идеальное место для первого в России академгородка Кроме богатой природы уникального озера Была и еще одна веская причина А потому что здесь волей и судеб оказались Еще в начале 19 века Сынные декабристы Которые привезли с собой культуру, искусство И это тоже не может родиться само по себе То есть должны быть люди, которые Либо по своей воле, либо не по своей воле И так далее Но и оказывается эту среду создают Сохранить эту тонкую среду И попытаться вписать ее В непростые современные реалии Сегодня предстоит Игорю Вячеславовичу Бычкову Руководителю Иркутского научного центра А начиналось все с одного единственного университета С конца 19 века Иркутское купечество Интеллигенция и так далее Бомбардирует письмами о необходимости Открытия государственного университета Царского университета Здесь у нас в Иркутске Сами собирают деньги Сами строят здания Сами готовы приглашать профессоров и так далее Когда уже все решено и случается революция Большевики, меньшевики Так вот Колчаку поручают Открыть Иркутский государственный университет И он его открывает Как руководитель временного правительства То есть понимаете Тут казалось бы абсолютно Бессмысльство, разруха, гражданская война Ну что вы, какой там это самое Настаивают, ничего не ждут Отсюда и началась наука в Иркутске Наука, которую здесь создавали люди По-настоящему ей одержимые У человека рождается Огромное, я не знаю Удовольствие от того, что вот он Может сделать то, что не могут сделать другие Он может придумать Первое мое осознание того, что я хочу заниматься изучением природы Пришло в детском саду, по-моему, года в 4 или в 5 Когда я обнаружил на кустах в детском саду божьих коровок Я до сих пор помню вот это мое восхищение Красотой этих созданий Я начал ставить на все всякие эксперименты с ними И домой набрал полную банку А потом пошли уже более серьезные эксперименты Я начал с жуками, которые, я не знаю, называются жужелицы Да, просто называл жуками Я их в танчики питал Это биолог Максим Тимофеев Любовь к жужелицам и экспериментам А также поездки с самого детства на Байкал Не оставили Максиму большого выбора Он поступил, закончил и даже стал профессором В том самом Иркутском государственном университете Альма-матер Тимофеева – биолога почвенной факультет Как раз здесь, еще с самого начала прошлого века Начали готовить главных специалистов по Байкалу А появилась научная школа в Иркутске Во многом благодаря подвигам Нескольких отчаянных исследователей озера Один из них – поляк Бенедикт Дыбовский Сосланный на 10 лет в Сибирь Он поселился у Байкала И за годы своего заключения Собрал уникальную информацию по озеру Его дело продолжил русский ученый Виталий Дорогостайский Который прямо перед революцией Запустил первое научное исследовательское судно Для изучения озера И нашел деньги на строительство Первой биологической станции на Байкале На ней много лет спустя школьникам и студентам Работал Максим Тимофеев Для меня это, конечно, определенная связь времен Сейчас я уже сидел профессором Сижу за теми же фактически столами И в той же аудитории, в которой сиделся Будучи школьником еще Конечно, очень приятно Ну пойдемте Ну мы, наверное, зайдем на кафедру Очень контрастирует эту кафедру Со всем остальным Здравствуйте Вадим Викторович Тахтеев Здравствуйте Профессор кафедры гидробиологии Вот мой фактически учитель И такую классическую школу академической науки Мне пытался в меня заложить Частично заложил Частично Да, частично Предмет изучения Тимофеева и Тахтеева Байкальские амфиподы Это древнейшие пресноводные рачки Внешне напоминающие креветок Исследуя их, ученые могут получить Самые разные данные о состоянии Байкала Нашим ученым повезло Недавно им удалось обнаружить Ранее неизвестный вид Это вот один из последних наших новых видов Открывать новые виды Никак не менее важно Чем открывать новые звезды В нашей вселенной Вадим Викторович Один из ведущих мировых экспертов По фауне пресноводного озера И сегодня Максим заезжает на факультет Не только чтобы посоветоваться с учителем Он очень хочет привлечь Тахтеева к своей работе Правда, сам Максим мог в Иркутске и не остаться Я уехать хотел, потому что Вот этот образ Ученого Там, я не знаю Какого-нибудь Оксфордского университета Для меня был таким Пределом мечтания Или даже такой, знаете, как идеал Но мне здесь больше нравятся И друзья мои здесь И семья моя здесь И Байкал здесь И детство мое прошло здесь И интерес мой научный Самое главное для ученого Тоже здесь Максим начинал, как и первый Исследователи этого озера Исключительно за свой счет И на голом энтузиазме После окончания университета Он создал негосударственную научную организацию И соорудил лабораторию Прямо в своей квартире Организация быстро окрепла И Максим понял Двигаться дальше без серьезной научной базы Невозможно Он начал сотрудничать с Институтом биологии Иркутского университета За 10 лет этого союза Небольшое подразделение Тимофеева Выполнило больше научных проектов Чем целый институт Тогда Максиму и предложили его возглавить То есть вот чем Академгородок Наш Иркутский, Новосибирский Изначально Концептуально Отличался от всего остального Как и сегодня Как и 20 лет назад Как и 100 и так далее Основные генерации Идей Осуществляются Ну Аспиранты Младшими научными сотрудниками Потом дальше они уже Становятся теориями Признанными Научными направлениями Исследования Чтобы убедиться в этом Стоит заглянуть В расположенный Поблизости Институт Солнечно-земной физики Молодые ученые Первое, что бросается В глаза Я считаю, что Этого еще недостаточно С учетом Нашего предполагаемого Развития С учетом Нашей такой Широкой Экспериментальной базы Нам нужно Больше молодежи По крайней мере Я думаю Раза в три Это академик Гелий Александрович Жеребцов Не так давно Он отметил Пятидесятилетие Работы в институте Который до недавнего Времени возглавлял А теперь Направляет Ученых, которые Занимаются Исследованием Солнца Называют физики Солнечники И сегодня Результаты Ежедневного наблюдения За Солнцем Уже неотъемлемая Часть информации Для работы Всей космической Отрасли Институт Солнечно-земной физики Который начал Свою историю С небольшой Магнитной обсерватории Сегодня лучший В России Мы даже не представляем Люди берут Там сотовый телефон Смотрят интернет Там Видят телевидение Где угодно Они не понимают Какой Титанический труд Какого Огромного количества Физиков Химиков Там Сколько Здесь Вложено труда Это все сделано За короткий промежуток Время И дальнейшее Требование Просто Приводит к тому Что мы должны Глубже знать Это пространство А чтобы изучать Природу Солнца Вовремя Замечать опасные Вспышки Спасать спутники От магнитных бурь И даже прогнозировать Космическую погоду Как земную Ученым конечно Необходимы Самые мощные И современные Инструменты Даже если вы дадите Ему хорошую зарплату А он человек Осведомленный Он в интернете сидит Он все знает Где и как работает Чего же он придет Вы были на наших установках Наблюдательные станции Института Действительно поражают Воображение Например Сибирский Солнечный Радиотелескоп В безлюдной Тункинской Долине Настоящее Инженерное Чудо Соединенные Между собой Под землей Километрами Оптоволокна Эти радиотелескопы Позволяют Ученым Буквально Заглянуть Внутрь Светила А после Подключения К станции Соседнего Огромного Радиотелескопа Солнечники Иркутска Смогут Получить Трехмерное Изображение Солнца Другая Гордость Института Большой Солнечный Вакуумный Телескоп Расположенный В поселке Листвянка На самом Берегу Байкала Это Крупнейший Солнечный Телескоп На Евроазиатском Континенте И он Способен Распознать Даже малейшую Вспышку На Солнце Причем Большинство Комплектующих Для всех Обсерваторий Производится Тут же От микроэлектроники До самой Сложной Оптики Собственное Производство Оптики Кстати Отдельная Гордость Института При этом Мы Не только Сохранили Свою Экспериментальную Базу Мы ее Значительно Расширили Вот мы Создаем Сейчас Сеть Других Приборов Которые Позволяют Давать Информацию Ну Буквально Со всей Частью Оклоземных Космического Производства На территории Российской Федерации Посмотрите За годы Вот этой Разрухи Вот этого Бешеного Чудовичного Время Мы ввели Радар Некогерентного Рассеяния Прямо Скажем Его Создание Его еще Не доценили В стране Непосвященному Человеку Действительно Сложно Оценить Масштаб Этого Сооружения Ведь и Попасть сюда Он вряд ли Но мы все-таки Получили Разрешение На съемки И то Что мы увидели Правда Вызывает Восхищение Ну Вот Мы с вами Находимся Перед Антенной Единственного В России Иркутского Радарника Кремерентного Рассеяния Который Был Создан На базе Военных Станций Радиолокационных Системы Днепр А теперь Переборудован Для Мирных Целей Исследования Ближнего Космоса Иносферной Плазмы Ну И Космического Мусора Принцип Действия Радара Довольно Прост Он Излучает Огромной Мощности Импульс До Трех С половиной Мегаватт И Исследует Сигнал Который Возвращается Назад То есть Сканирует Участок Неба Над собой На расстоянии От Ста До Тысячи Километров Этот Радар Видит Пятирублевую Монету На Расстоянии 200 Километров То есть Эффективная Площадь Рассеяния Электронных Плазмы Иносферной Составляет Вот примерно Такую Величину Таких Установок В мире Всего Несколько Штук Причем Из-за Высокого Энергопотребления В большинстве Стран Эти радары Используют Крайне редко Буквально Десятки Дней в году Но Иркутские Ученые Первыми Придумали Как можно Использовать Столь мощный Прибор Гораздо Чаще И научились Работать На нем В пассивном Режиме То есть Минимальными Энергозатратами В пассивном Режиме В радиоастрономическом Режиме По сути Мы наблюдаем Шумы неба Шумы Дискретных Источников Такие Как радиогалактика Например Шумы Солнца Эти наблюдения Невероятно Важны Ведь Любой шум Это помеха Которая Сильно Влияет На точность Спутников Связи И навигации Не говоря Уже Об аппаратах Военного Назначения Это сложнейшее Техническое Сооружение Больше Похожее На завод Или электростанцию Сегодня Обслуживает Всего Несколько Человек А современные Технологии Вообще Позволяют Практически Полностью Управлять Этим Радаром Дистанционно Прямо Из зданий Института В Иркутске Ионосфера То есть Верхняя атмосфера Она живет Своей жизнью Такой Достаточно Интенсивной И интересной То есть В частности Там по ней Гуляют волны Направо И налево И вот В принципе С помощью Радара Эти волны Можно увидеть То есть Вот эти Вот Вариации Это и есть Как раз То Когда Масса частиц Заряженных Увеличенные Проходят Через луч Зрения Радара Как в виде волн Океанских Морских волн Пускай У биолога Максима Тимофеева Возглавившего Институт Биологии Пока нет Той огромной Инфраструктуры Что есть У физиков Солнечников И пока Его рабочее Пространство Лишь несколько Помещений Старого Института Но он Как и Гейли Жеребцов Прекрасно Понимает В первую очередь Для научных Прорывов Необходимы Достойные Условия Работы И создает Их буквально Своими руками Но все же Главное Что привлекает Сюда Все новых И новых Сотрудников Творческая Свобода Которую Дает им Максим С самой школы Я хотел заниматься Неким Стыком Наук То есть Биологии Химии Физики Математики Немножко Программирования И пожалуй Та работа Которой Я занимаюсь Здесь Это именно Тот стык Наук На котором Я хочу работать Я пошла сюда Не так Что вот Куда поступила Туда поступила Целенаправленно На биологию А на третьем курсе Поняла Когда начались Работы над курсовыми работами Что мне это нравится Я пыталась В других сферах Работать Но поняла Что вот Без этого Жить не могу Мне больше нравится Все сделать Своими руками Поставить эксперименты Поехать в экспедицию У нас проект Мы 3,3 года Уже Ведем мониторинг В одной точке И раз в две недели Мы ездим туда Отбирать Вот доминирующих Вот характерных Для этой точки организмов Сегодняшняя экспедиция Тимофеева Решает сразу Несколько задач Основная Это исследование Вопросов стрессоустойчивости За которые Максим в свое время И получил премию Правительства России Ученые изучают Как у водных организмов Населяющих Байкал Происходит адаптация К влиянию стрессовых факторов Окружающей среды Население Биомасса Живности До нескольких тысяч Индивидуумов Можно поймать На одном квадратнометре Что-то термометра Показывает Не ту температуру Главный друг Любого гидробиолога Исследования группы Максима Весьма актуальны Для великого озера Именно по биомаркерам То есть по различным Реакциям организмов На любой стресс Можно точнее всего Оценить негативное Влияние окружающей Среды на Байкал Установить факт Такого влияния Другими методами Зачастую просто невозможно В большинстве развитых стран Таким способом Уже давно проводится Оценка промышленных загрязнений И хотя главный Загрязнитель озера Печально известный Целлюлезно-бумажный комбинат Все-таки был закрыт Он по-прежнему Угрожает чистоте Байкала Как и поток туристов Что растет С каждым годом А во-вторых Эти самые рачки Что так бесстрашно Добывают в морозном Байкале Ученые Могут накапливать И уникальные микроорганизмы Мы можем здесь Поймать Представителей бактерий С больших глубин Которые В общем Просто так Не найдешь Нигде И Вот эти бактерии Актино-мицеты Актино-бактерии Они вообще Довольно широко Исследуются Исследуются Многими группами Во всем мире Примерно половина Всех известных Антибиотиков Которые производятся В промышленности Они как раз Являются Продуцентами То есть Продуцентами Являются Эти актино-бактерии Первыми найти Эти уникальные Микроорганизмы Заветная мечта Пожалуй Любого микробиолога В мире Но если Научная группа Максима Тимофеева Только начинает Поиск своих Заветных микроорганизмов То для некоторых Из его коллег В Иркутске Это давно Тема всей жизни Мы просто должны Вернуться назад Вот к тем истокам Откуда пришли В природу И посмотреть Внимательно Как же Все-таки Там все устроено И вот Здесь у нас Очень много Таких мест Где По сути дела Человек Толком-то и не побывал Это микробиолог Наталья Белькова Сотрудница Лимнологического Института На самом деле Научные коллеги Максима Во многом Единомышленники Из той самой Байкальской Биостанции Созданной В начале века Ученым Дорогостайским Кроме Института биологии Который возглавляет Сегодня Тимофеев Выросло И еще одно Научное заведение Лимнологический Институт Сегодня Главный В Иркутске По исследованию Байкала Лимнология Или озера ведения Это наука Которая изучает Все, что связано С пресноводными Водоемами От их химического Состава До населяющих Эти водоемы Микроорганизмов И тех самых Чудодейственных Из которых Возможно Создадут Лекарства Нового поколения Вот и сегодня Очередная Экспедиция Микробиологов И водолазов Лимнологического Института Отправилась На дальние рубежи Байкала К острову Ольхон На новые поиски Главная причина Почему биологи Всего мира Приходят в восторг К Байкала В том Что это единственное На свете озеро Которое полностью Насыщено кислородом И густо населено фауной До самых максимальных Глубин Здесь можно найти Не только уникальных Животных Но и микроорганизмы Которых больше Не встретишь Нигде на земле Ученые считают Что как минимум Четверть видов Вообще не открыты Так что тут у каждого Есть шанс Найти свое сокровище Это мои камни Твои Вот это наши камни Которые Мы будем исследовать Вот эта биопленка Которая здесь образуется Вот маленькие Вот эти вот все Участники Которые здесь Моя хорошая Экспедиция Это лишь небольшая часть Работы микробиологов А самое интересное Начинается в лабораториях Института Где ученые Путем долгих экспериментов Пытаются найти Байкальских микроорганизмов Эти самые Неожиданные Чудодейственные свойства Микроорганизмы Которые способны Продукцировать Антибиотики Являются Задачей номер один Поиск таких микробов Кроме поиска Полезных микробов Пожалуй Самая важная часть Работы ученых Института Это оценка Частоты воды Байкала Пригодна ли эта вода Для питья В какой именно Части озера Да и как вообще Влияет жизнедеятельность Человека На великий Байкал На все эти вопросы Знают ответ В ведущей лаборатории Института Она так или иначе Связана Со всеми его Исследованиями А вот руководитель Лаборатории Валентина Парфенова В свое время Оказалась в Иркутске Совершенно случайно Я ехала в Сибирь Я всю жизнь Прожила на Украине Я не думала Что там Здесь так холодно Я вышла В капроновых Чулочках В общем Шляпка такая У меня была А тут было 35 градусов И было это 17 ноября И первая моя экспедиция Была На Байкальск Мы там отбирали пробы В зимний период Было трудно И в этой же первой экспедиции Я обожглась Очень сильно Но ничего Не бросили мы работать Помазались И вперед Меня тогда первым Удивили те То что Как уже начало Загриняться Байкал Это же был 72-й год Там было просто Ну это Не лаборатория В принципе Что будем делать Денег тоже не было Как оказалось На ремонт А я же выросла в деревне Все умела делать И взяла Эту всю лабораторию Сама Отремонтировала То есть как сам Сама Ступа турила Белила Красила Ну помогали сотрудники А сотрудников Тогда было человек пять С тех пор Все здесь сильно преобразилось Появилась современная техника И новейшие инструменты Пришли профессионалы В лаборатории работает больше 30 человек И все они так или иначе Пристально следят за Байкалом Микробиологи Сейчас провели Уже 10 лет Десять лет У нас есть Эти данные Которые говорят о том Что Байкал В глубоководной части Все хорошо Но литерально Находится Под постоянным Антропогенным пресс Как раз Из-за мощной Природной защиты Что выработано У Байкала В микроорганизмах Что его населяют Ученые ищут Бактериофаги Полезные для человека Вирусы Способные Заменить антибиотики А в другой лаборатории Ученые исследуют Цианобактерии Те самые Что вызывают На озерах цветение Которое может быть Очень токсичным Для человека Тут же находится И одна из Нескольких мировых Лабораторий Где изучают Образцы льда Из легендарного Озера Восток Найденного В Антарктиде Ну в принципе Лаборатория Не занимается Неперспективным Исследованием Пусть это будет Ни сук и ни лука Проводят же Самые передовые Исследования Молодые И красивые девушки В недавнем прошлом Ученицы Валентины Парфеновой А сегодня уже Кандидаты наук Они кстати Легко сочетают Хрупкость и женственность С истинно Мужской смелостью И самоотверженностью Присущей Настоящему ученому Они все хотят работать Они не думают О деньгах Они не думают Ну есть вот сейчас Хорошо Они никогда не жалуются Они вот у нас Вы же видели Девушки Да Они молодые матери У них по двое детей Вот у меня Маша приходит на работу Она не может Она с ребенком Она не может Останавливать эту работу Она летала На восьмом месяце Беременности На Шумак На вертолете Чтобы отобрать пробы И чтобы исследовать Это все Причем это никому Ничего не сказала В выходной Чтобы ни я не отвечала Ни дирекции не отвечала От науки Невозможно отдохнуть Понимаете В декрет невозможно У тебя все время Какие-то планы Надо сделать вот это Вот это Вот это То есть у тебя в голове Все время какой-то процесс В плане биологической науки Никогда не отстает Может даже я переезжаю Где-то там Потому что сейчас уже Ну сейчас не те условия У нас все Для этого есть И точно могу сказать Что русские значительно умнее Вот точно могу сказать Что идей у нас больше И точно могу сказать Что мы можем их реализовывать Это я уже знаю По своей лаборатории И я уверена Что у нас Потенциал В российской науке Очень большой О том Как необходима наука Для развития страны И самой Сибири Прекрасно поняла В свое время И советская власть Сразу после войны Когда страна Только начала восстанавливаться В августе 47-го года В Иркутске Уже проводят Большую конференцию По развитию И освоению Восточной Сибири Так в Иркутске Спустя пару лет В феврале 1949-го года Появляется Восточно-сибирский филиал Академии наук СССР Огромное Предание Полномочий Геологам Которые здесь Это самые уважаемые люди Которые имеют Одну бумажку Которая позволяет Им решить все вопросы Везде И в феврале 49-го года В городе Открылся Институт земной коры Иркутские геологи Сразу включились В работу Один за другим Пошли открытия Ценных месторождений И новых минералов Они даже Приняли участие В стройке века БАМе До сих пор В геологи идут Только самые отчаянные романтики Здесь должны работать Только те Кто Действительно Заинтересован Тот Кто действительно Готов посвятить Этому всю жизнь Не нужно В научной организации Люди Которые Хотят Заниматься Какими-то Обыденными вещами Регулярно Приходить на работу Сидеть с 8 до 5 Для них здесь не место Обыденными вещами В институте Никогда и не занимались А постоянные экспедиции В самые дальние уголки Сибири Позволили Иркутским геологам Собрать редчайшую коллекцию Естественно Вся геология Она у нас Жизница Естественно На каменном материале А чем вы здесь Занимаетесь Мы занимаемся Мы занимаемся Ультра основными Включениями Базальтоида Вам о чем-нибудь Говорит Вот они Вот они Смотрите Красота Это Алмазы Это знаете Вот эти вот Голубые Это хризолиты Ох Драгоценные Камни Действительно Непосвященному человеку Эти загадочные слова Мало что скажут Но как раз За ними И скрывается Пожалуй Самое яркое достижение Иркутских геологов Первые алмазы Были найдены В Иркутской области От него Уже пошли Навилюй От него Уже пошли В Якутию И пошли открыть Экинберлидов За открытие Месторождения Алмазов Группа геологов В 1957 году Была удостоена Ленинской премии Найти эти алмазы Геологам И помогают Те самые камни Что сегодня Ищет и изучает Ведущий специалист Института земной коры Вера Георгиевна Семенова Это я вот Выбираю пирог То есть Получается Вам их привозят Из экспедиции Вы смотрите И если где-то Если что Вдруг Особенно в новых районах Появляется пирог Это уже ура Это непосредственный Спутник алмаза Поиск алмазов Безусловно Увлекательная И главное Прибыльная тема Но настоящих Ученых Конечно Всегда увлекают Более глобальные вопросы И где же Искать ответы на них Если не в минералах Которые могут Рассказать о событиях Происходивших В далеком прошлом Примерно 250 миллионов лет назад На вот этой огромной территории Одновременно Везде Извергались вулканы То есть Это было настолько Сильное событие Катастрофическое событие Для биосферы Земли Что оно Скорее всего Привело К массовому вымиранию Когда на Земле Вымерло до 80% Всех видов Существовавших На тот момент На Земле Извержение вулканов Возможно И угрожали этой области Миллионы лет назад Сегодня же реальная угроза Для Иркутска Это регулярные землетрясения И сотрудники Института земной коры Нашли свой Оригинальный способ Изучения этих Разрушительных явлений И помог им в этом Байкал Правило такое Да Если машина Начинает проваливаться Надо успевать Выскакивать Открываете дверь И вываливаетесь Машина быстро тонет И уже потом Из нее не выберешься Темой землетрясений В институте Занимается группа Валерия Ружича Более 10 лет Они проводят здесь Уникальный эксперимент На льду В реальном времени Изучают землетрясения Ледяной покров Он хорошо моделирует Технологическая особенность Подготовки землетрясений И развития разломов Как только на озере Встает лед Ученые отправляются К огромной трещине Пересекающей Байкал И устанавливают Доль нее датчики Которые позволяют Им получать сигналы О самых небольших Движениях льда Причем занятие Это довольно рискованное Ведь эти датчики Необходимо установить Как можно ближе К опасному разлому Валерий Ружич Всегда точно знает Где и когда Должен случиться Очередной ледовый удар Эта экспедиция Не стала исключением Мы на себе Почувствовали Всю опасность Ледотрясения Иркутская землетрясения И разрядили этот разлом То есть то, что там накопилось То есть то, что там накопилось Оно могло бы сброситься Более сильно А мы разрядили И он в принципе Вот он перестал откликаться Вот так и родился этот результат Валерий Ружич Вплотную приблизился к тому Что звучит абсолютно фантастически Он научился управлять землетрясениями Сегодня они с коллегами Разработали целую методику И мировое научное сообщество Единогласно говорит Это действительно новое слово В науке о землетрясениях Нет поддержки государственной Бизнесу не надо это А тут надо еще большой кусок Пройти пути С приличными затратами Естественно, вопрос финансирования Один из самых болезненных Для нашей науки В этих жестких условиях Молодой директор Института биологии Максим Тимофеев Пытается самостоятельно находить средства Для своих исследований Деньги нам никто не дает Мы их сами зарабатываем Нашими исследованиями И слава богу Грант дают Иностранцы с нами работают Ведущий научный центр с нами работают Пока у Максима многое получается Но его современный подход Конечно, не облегчает ему жизни В научном пространстве Иркутска Некоторые считают его чересчур амбициозным А его образ далеким От настоящего академического ученого И тем более директора Ведь даже новый роскошный кабинет До сих пор пустует Максим предпочитает сидеть В своей первой лаборатории Кто сюда и согласен Это люди, конечно, очень мотивированные И такие С такой Внутренней, в общем, целеустремленностью Мотивацией И силой воли Вот Которые готовы потратить Несколько лет своей жизни Без гарантированного результата И мне такие люди В общем, нравятся Во многом для Максима Тимофеева Наука – это, конечно, бизнес То есть дело В буквальном переводе этого слова Но не потерял ли он ту самую страсть С которой еще в детстве восторженно ездил на Байкал И проводил свои первые опыты Нет, у меня все на месте Все снова, богу, страсть осталась Я сейчас понял, да? Пытаясь сформулировать ответ На ваш вопрос Я понял, что с ней все нормально У меня сейчас очень серьезные два проекта Которые я только начинаю делать И которые меня возбуждают Просто Мама не горю Я готов потратить 10 лет своей последующей жизни Именно на реализацию этих проектов Точно с таким же энтузиазмом Полвека назад Сюда, в Иркутск Потянулись молодые ученые со всей России Строить академгородок По примеру Новосибирского Среди них был и Михаил Иванович Кузьмин Сегодня уже академик И научный руководитель Института геохимии Имени Виноградов Я был житель Москвы Поступил в Московский университет На геологический факультет В 55-м году после окончания школы Ну и после окончания У меня какое-то было желание уехать И было несколько человек У нас из группы Уехать из Москвы Чтобы получить возможность Смобода работать и прочее И вот так я попал в Иркутск И вот, значит, когда мы приехали в Иркутск Конечно, мы сейчас съездили По Первой Советской А там была деревенская улица Маленькие дома Асфальта не было Были лужи здоровые И все прочее Народа было очень мало И я, значит, вот Первые годы Особенно, когда приезжал в Москву Мне не хватало народу Я с удовольствием Ходил в Кожелин Губа И толкался среди людей Вообще геохимия Это довольно молодая наука Во многом ставшая наукой Именно в России Благодаря трудам таких Всемирно известных ученых Как Вернадский, Ферстман И, конечно, Виноградов Чье имя и носит Иркутский институт Порой исследования геохимиков Напоминают настоящие детективные истории По малейшим элементам Ученые пытаются узнать о процессах Происходивших на Земле Миллиарды лет назад Начинают восстанавливать По отдельному кристаллику Обратите внимание По отдельному кристаллику Какая же была среда Окружающая среда 4,4 миллиарда лет Имея под боком Огромный спектр природных ископаемых Для исследования Иркутские геохимики Решили не ограничивать себя изучением Существующих в природе минералов В 80-х годах Они создали лабораторию С опытным участком Где попробовали выращивать Собственные кристаллы За долгие годы Руководитель лаборатории И его сотрудники Отточили свое мастерство До совершенства Там сейчас растет кристалл Сейчас температура уже 37 градусов Он уже остыл сегодня То есть ночью процесс шел Я сейчас откачаю Откачаю грязный аргон Который с продуктами Которые могут быть Сейчас откачаю Сделал вакуум минус единица Вакуум Теперь я перекрою Напущу воздух туда И доставать буду кристалл Через верхнюю дуку Выращивая эти кристаллы Для исследований В области фундаментальной физики Ученые открыли в них Совершенно неожиданное И весьма полезное Практическое свойство Литий фтор Оказывается очень хорошо Может докапливать радиоактивность Ну и тут же появилась идея Что это можно использовать В тех Раньше военных Кораблях Подводных лодок И эти детекторы Стали широко использоваться А затем произошла Чернобыльская катастрофа И оказалось Что дозиметры Разработанные в институте Основу которых И составляли выращенные Тут же кристаллы Во многом точнее В определении Накопленной радиации Чем классические Газоразрядные счетчики Гейгера Так сотрудники института Прошли настоящее Боевое крещение Наладив промышленное Производство детекторов Они почти полгода Сами занимались контролем радиации В зараженных После аварии районах Сегодня же сотрудники Института геохимии Включились в гонку За другим Весьма востребованным Кристаллом Кремнием И вот на базе Этого материала Мы сегодня И разрабатываем Технологии Получения Высокочистых Кварцевых концентратов Этот концентрат Сегодня почти Не производится В России А ведь это главный компонент Большинства Высокотехнологичных устройств От солнечных батарей До микропроцессоров Которые сегодня Используются везде От компьютеров До мобильных телефонов Вот сегодня Очень важно Чтобы общество понимало О том что При всех отношениях При всех При всем развитии Науки Культуры Искусства Завтра Нужно будет Решать что-то новое Получать что-то новое И пожалуй Нет направления Которое было бы Наиболее тесно связано С нашим настоящим Будущим Чем химия Я считаю Что органический синтез Это вообще Одна из Наук Которую можно назвать Симфонией Просто Ибо Человек Здесь В какой-то степени Становится Сродни творцу Он и является Творцом Он созидает Он творит Новые молекулы Такие которые Не существуют В природе С такими свойствами О которых никто не знал И которые могут быть Очень полезными В свое время Иркутску очень повезло Развивать эту науку В город Приехал ученик Выдающегося Русского химика Фаворского Михаил Федорович Шостаковский Который основал Тут институт И активно Начал развивать Заложенный еще Фаворским направлением Зеленый То есть Экологически чистый Химий Наш Патриарх Алексей Егорович Он всегда Тяготел К живому Он Всегда Старался Синтезировать Вещества Близкие По своему строению К тому Что синтезируется В природе Так вот В нашем институте Открыто Несколько Таких Фундаментальных Закономерностей Несколько Таких Реакций На базе Ацетилена Почему Ацетилен Так Важен Потому что Из Ацетилена Можно получать Вещества Как сейчас Говорят Со стопроцентной Атомной Экономией То есть Никакие Атомы не теряются И не выделяются При этом То есть Это Самые Экологичные Реакции На основе Ацетилена Иркутскими Химиками Были синтезированы Самые различные Вещества Нашедшие Практическое Применение От взрывчатых Веществ Присадок Для авиационных Масел И покрытий Для подводных Лодок До созданного В содружестве С зарубежными Коллегами Мощнейшего В мире Литий-ионного Аккумулятора И все же Их главная Гордость Лекарственные Препараты Что спасали И еще спасут Немало Жизнь Было много Погибших И На борту Были Семеро Детишек Которые Получили Ужасное Отравление Угарным Газом И Ожоги Верхних Дыхательных Путей И вот В это время У нас были Сигнальные Партии Ацезола Вот только-только Выпущенного Мы срочно Передали В нашу детскую Ивано-Матрионевскую Больницу Детишки Были спасены И врачи Были шокированы Думали Что уже все То есть Вот Препарат Сразу Сразу Пошел В жизнь А недавно Институт Сделал Настоящий Прорыв Сравнимый По значимости И сложности Разве что С запуском Космической Станции Здесь Создали Новый Эффективный Антибиотик От туберкулеза Это Впервые В мире За 50 лет Такое Лекарство Появилось Микобактерии Туберкулеза Так привыкли К уже существующим Туберкулостатикам Но Они уже В общем-то Не действуют На известные Штаммы И вот Как воздух Нужен Было Новое Лекарство Самое Главное С помощью Местной Иркутской Компании Ученым Удалось Довести Лекарства До серийного Производства Вообще Научная Жизнь Иркутска Невероятно Насыщена И нам Удалось Запечатлеть Лишь Небольшую Ее часть Многие Ученые Здесь В одном Шаге От Великих Открытий Как Уже Знакомый Нам Максим Тимофеев Чьи Исследования Возможно В ближайшем Будущем Превратятся В новые Лекарства Или Технологии Возможно Шаг К великим Открытиям Начинается С детских Увлечений Например С Иркутского Экспериментария Что создал Однокурсник Тимофеева Биолог Константин Кравченко И куда Максим Иногда Заглядывает Со своими Детьми Я думаю Что через Десять лет Здесь Много Что изменится У нас Нет Другого Выхода У нас Нет Другого Пути Чтобы добиваться Успехов В том Чем мы Занимаемся И сделать Так Чтобы у нас Наука Образование Культура И так далее Стали Впереди Планеты Все Как когда-то Было Есть и Будет Всегда Есть еще Немножко То что Наверное Я не должен Говорить И так далее Но В каждом Из больших Ученых В каждом Из великих Ученых Есть Небольшой кусочек Наверное От создателя От Бога Вот этот Кусочек Таланта Вот этот Кусочек Того Что Вот У него Он открылся У всех Есть у людей И так далее Но вот У него Он открылся И закрыть Его Никому Не дано Субтитры